Президент Джо Байден и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл встретились во вторник, чтобы обсудить историческую инфляцию, которая достигла 40-летнего максимума. Глава Белого дома провел это совещание, стремясь снизить стоимость бензина, продуктов питания и потребительских товаров. В кратком выступлении перед встречей Байден сказал, что намерен обсудить с Пауэллом и министром финансов Джанет Йеллен главный приоритет, то есть решение проблемы инфляции. В 2021 году экономика США продемонстрировала самый сильный рост почти за 4 десятилетия после того, как правительство влило в экономику триллионы в виде помощи на борьбу с COVID-19, в то время как процентные ставки ФРС находились на рекордно низком уровне. Это помогло снизить безработицу до 3,6% с максимального уровня в 15% во время пандемии, но также стимулировало потребительские расходы, что способствовало росту цен. ФРС надеется, что инфляция уменьшится сама по мере того, как компании будут решать проблемы с цепочками поставок, возникшие в связи с пандемией, а потребители сместят свои расходы в сторону услуг. Но Пауэлл также дал понять, что ФРС больше не рассчитывает на это и будет повышать процентные ставки настолько, насколько это необходимо. Глава ФРС считает борьбу с инфляцией приоритетом, даже если меры борьбы с ней окажутся болезненными и немного повысят уровень безработицы. В этом году Федеральная резервная служба уже повысила процентные ставки на 3,4% пункта. Большинство чиновников ФРС заявляют, что ожидают дальнейшего повышения ставок, которые могут подняться до 2,5% к концу этого года и далее, если потребуется. Пауэлл ранее в этом месяце заявил, что несмотря на некоторые обнадеживающие признаки того, что ценовое давление, возможно, достигло пика, ФРС все равно будет продолжать ужесточать политику до тех пор, пока инфляция значительно не снизится. Канада вводит новые законы о владении и продаже огнестрельного оружия. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Закон, который вступит в силу осенью, должен запретить канадцам покупать, продавать, перевозить или импортировать оружие. За исключением спортивной стрельбы и охоты у жителей Канады нет причин нуждаться в огнестрельном оружии в повседневной жизни, заявил Трюдо на пресс-конференции. Однако потом пояснил, что все-таки большинство его предложений направлены на борьбу с контрабандой. Мы боремся с контрабандой и незаконным оборотом оружия, увеличивая максимальные уголовные наказания и предоставляя правоохранительным органам больше инструментов для расследования преступлений с применением огнестрельного оружия. И потребуем изменений для магазинов большой вместимости патронов. Они не должны вмещать более пяти. Это те действия, к которым врачи, эксперты и начальники полиции призывали годами, и мы следуем их совету. Более двух лет назад правительство Канады запретило 11 категорий штурмовых винтовок. Это произошло после увеличения количества преступлений с применением огнестрельного оружия в стране. В соответствии с этим законом, не менее 125 тысяч единиц оружия в Канаде стали незаконными. Это было оружие, которое часто использовали в перестрелках, в том числе популярные американские штурмовые винтовки Р-15 и М-16. Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил в понедельник, что количество пистолетов в Канаде оценивается примерно в один миллион, что является резким увеличением по сравнению с десятилетней давностью. Ну и, конечно, сторонники права на оружие выступают с резкой критикой новых предложений правительства. Этот закон нарушит права законопослушного владельца огнестрельного оружия. Он никак не решает проблему незаконного оружия, которое часто изымается на месте преступления. 82% такого оружия ввозится контрабандным путем из Соединенных Штатов. Я думаю, что это пустая трата денег, которые можно было бы направить, например, на борьбу с торговлей людьми. Поэтому я не думаю, что этот закон много сделает для предотвращения любого вида насилия, происходящего в Канаде. Мэтт Мэндл, один из владельцев канадского ритейлера огнестрельного оружия, хотел бы, чтобы основное внимание в новом законе было уделено именно незаконному обороту оружия, а не его законным владельцам. Он также опасается, что магазин, который сейчас открыт круглый год, станет сезонным, и, возможно, ему придется выйти из бизнеса. Как это повлияет на меня лично? Ну, я стрелок-любитель. Покупаю и продаю огнестрельное оружие, а затем покупаю больше, поскольку мне нравится ходить в тир. Я рассматриваю это как нечто личное. Ну, что касается моего бизнеса, сейчас он работает 12 месяцев в году. Сюда приходят стрелки-любители, и теперь я думаю, что, к сожалению, это может превратить нас в сезонную индустрию. Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие 20 лет человечество ждет новая пандемия. Об этом он сказал в интервью испанскому изданию. Миллиардер считает, что такое развитие событий возможно с вероятностью в 50%. По его словам, чтобы этого не произошло, нужно на четверть увеличить бюджет Всемирной Организации Здравоохранения. Кроме того, Гейтс уверен в необходимости создания специального подразделения по борьбе с эпидемиями. Бизнесмен рассматривает вариант, при котором новая пандемия может стать результатом действий биотеррористов, специально разрабатывающих вирус. Однако, что источник следующей пандемии будет естественного происхождения, он считает более вероятным. По мнению миллиардера, это может быть уже известный человечеству вирус, например, разновидность гриппа или другой тип коронавируса, или что-то другое, так как человек вторгается во все новые экосистемы. Правда, Гейтс все же исключил, что вспышка оспы обезьян перерастет в новую пандемию. В последнее время участились случаи заказа и строительства частных противоядерных бункеров в США. Об этом рассказал владелец крупнейшей американской компании по строительству противоядерных укрытий Роб Хаббард. По его словам, бункеры снабжены всем необходимым для минимального комфорта, встроенным умывальником, системой уничтожения отходов, местом для складирования припасов еды и воды. Хаббард отметил, что основными заказчиками становятся покупатели из Украины и Восточной Европы. Стоимость варьируется от 40 тысяч до 1 миллиона долларов. На территории крупного химического предприятия в городе Амаха, штаг Небраска, произошел пожар. На расстоянии в несколько километров были видны клубы густого черного дыма. Учитывая характеристики полыхающего предприятия и масштаб распространения огня, власти обратились к живущим неподалеку людям с просьбой временно эвакуироваться. Пять человек погибли при столкновении двух лодок в штате Джорджия. Столкновение произошло на реке Уилмингтон. По данным представителя подразделения Департамента природных ресурсов штата Марка Макиннона, до столкновения лодки двигались в противоположных направлениях. На одной из них находилось шесть человек, на другой еще три. В результате столкновения два человека погибли, четверо получили травмы, еще трое какое-то время числились пропавшими без вести, а затем их признали погибшими. Все пострадавшие были госпитализированы на месте происшествия. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. В Нью-Йорке начали принимать заявки в школьную программу для одаренных и талантливых. В прошлом месяце мэр Эрик Адамс объявил, что город расширяет программу на каждый школьный округ, начиная с этого учебного года. Расширение добавит 100 мест для одаренных и талантливых детей в детских садах. В общей сложности 2500 мест в пятиборах. Осенью впервые будет запущена новая точка присоединения к программе для учеников третьих классов. В рамках этой пилотной программы будет доступно в общей сложности еще 1000 мест. Программы для одаренных и талантливых Gifted and Talented предлагают ускоренное обучение детей с детского сада и до пятого класса, если они соответствуют требованиям. Она открыта для учащихся государственных, частных и приходских школ, а также для школьников с ограниченными возможностями. Подать заявление могут все семьи, независимо от иммиграционного статуса. Заявки принимаются до 13 июня на сайте myschools.nyc через местный Family Welcome Center или по телефону 718-935-2009. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok